Мы приветствуем всех, кто заходит на портал Экзегет и задаёт вопросы. Вопрос звучит следующим. Можно ли почитать родителей, но стараться поменьше с ними общаться? Здесь сразу хотелось бы прочитать цитату из «Премудрости» Сирахова, из третьей главы, 12-13 стихи. Чада. «Заступи в старости отца твоего, и не оскорби его в животе его, ащи и разумом оскудевает, прощение имей, и не обесчесть его всей крепостью твоею». Вот премудрый пророк или через премудрого пророка Господь предупреждает, что если даже твои родители оскудевают умом, то всё равно ты обязан за ними ухаживать. Да, конечно, нам иногда их навязчивость, иногда их какая-то сентиментальность, когда они начинают названивать по 20 раз на дню, волнуясь, покушали ли сыночек 60-летний, или как там у них дома обстоят дела и так далее. Бывают очень навязчивыми и, казалось бы, ненужными. Но я хочу напомнить, что когда творится человек, человек творится как тварь социальная. Он творится для сорадования Богу. То есть он не может быть в одиночестве. Естественно, к кому прибегнут наши престарелые родители? Естественно, к своим обязательно детям и чадам. Да, родители бывают совершенно разного устроения, толка. Иногда это бывает, в общем-то, их намерение только как бы себе бы там облегчить и внимания побольше. Но всё равно мы с вами не освобождены от общения с родителями. Мы тоже когда-нибудь придём в такое состояние. Мы тоже когда-нибудь… Нас коснётся старость, и мы также будем отчасти и одиноки, и беспомощны. И нам будет казаться, что мы можем ещё принести какую-то пользу. И вот дай Бог, чтобы наши дети от нас, в общем-то, не отвернулись. Чтобы наши дети, в общем-то, нас не забыли. А причина, по которой, в общем-то, родители становятся такими сентиментальными, они бывают разные. Всё мог в своей жизни наш отец или мать, но приходят немощи, болезни, и им ещё хочется как-то послужить, а уже, в общем-то, сил и возможностей нет. Это утешить, просто выслушать, подбодрить необходимо. Но и свою семью забывать тоже, в общем-то, нельзя. Нельзя бросить детей и поехать, в общем-то, к родителям. Нельзя бросить свою половинку и точно так же умчаться к родителям. Всё это должно быть и по любви, и по согласию, и по какому-то рассуждению. Случаи бывают разные. Он против, чтобы она ездила к родителям. Но всегда можно сесть и, в общем-то, о чём-то договориться. Она не хочет, чтобы в семью кто-то вмешивался, впутывался. Мы не говорим о таких случаях, мы говорим о случаях, о престарелых, в общем-то, родителей, которые уже немощны. И чем крепче вы будете друг с другом, тем, в общем-то, больше родители от этого получат. Да, нам тоже нельзя, чтобы родители вбивали к линии, особенно в молодые семьи. Чтобы тёщи и свекрови, в общем-то, не разваливали эти семьи. Это такое, к сожалению, часто можно увидеть, услышать. Но мудрость и любовь супругов, она, в общем-то, не даст возможности никакому клину войти между их взаимоотношениями. Но родителей не забывайте, кто почитает отца или матери, тот будет долголетен. Это единственная заповедь Ветхого Завета с обетованием. То есть, с последствием сразу сказано, что почитание отца и матери будет награждено долголетием. Живите долго, много, счастливо, со Христом. И пусть Господь вас надоумит, как правильно общаться не только с родителями, но и с окружающими людьми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.